Книга Судей, глава пятнадцатая Просевее ее, пусть она тебе будет вместо ее. Но Самсон сказал им, «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую. И выжах и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне, «Кто это сделал?» И сказали, «Самсон, зять Финамфянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне, и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им, «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье с козлы Етама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи, «За что вы вышли против нас?» Они сказали, «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Етама, и сказали Самсону, «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им, «Как они со мной поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему, «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян». И сказал им Самсон, «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему, «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук их. Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон, «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место «Ромав-Лехи» — брошенная челюсть. И почувствовал сильную жажду, и воззвал к Господу, и сказал, «Ты соделал рукой раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог Ямену в Лехи, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехи до сего дня. И был он судьею Израиля во дни филистимлян двадцать лет. Продолжение следует...